Я еще буквально там несколько слов скажу из понятия. И потом мы уже непосредственно приступим, затронем, коснемся темы уже история поклонения. То есть поклонение в истории еврейского народа, в истории Израиля, как понятие поклонения. Еще свист, 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 свист. Бог даже тоже свистит. Да? Да. Бог тоже свистит. Запишите место. Исайя 7, 7 глава, 18 стих. Да. Вы, если вы врите, разберете, то есть вы увидите, там применяется это слово. Свист, буквально. 18 стих, 7 главы. Исайя 7, 18. И будет в тот день, даст знак Господь мухи, которая при устье реки Египетской и пчеле, которая в земле ассирийской. Так вот там, где даст знак, там употребляется, свистнет мухи. Да, вот именно так. Возьмите, да. То есть это даже не одно место. И есть еще места, как бы. Это, ну, слово, оно, как бы, которое там применяется, оно означает буквально свистнет, свистнет. Да, сврита. Исайя 7 глава, 18 стих. 7 глава, 18 стих. Как? А? Свистом, да? Да. Ну, вот, видите. Да. То есть, опять-таки, мы говорим о культуре, да? То есть, у американцев свист, он как бы выражает восхищение. То есть, понимаете, да? У нас совсем по-другому, да? Наоборот, то есть. И поэтому люди боятся, то есть, понимаете, да? Смотря в какой культуре вы выросли. Но Бог свистит. Он призывает, да, свистом. Итак, поклонение должно быть в духе, а не в душе. Потому что это высшая форма состояния души. Буквально относится к духу. Мы там чуть-чуть позже затронем эту тему. И должно быть не просто в радости, да? Не только в радости, но и в страхе Господнем. Еще, еще. Музыка, ну, на самом деле, является собой, ну, как бы невербальное воздействие. То есть, есть информация, которая передается вербально, есть информация, которая передается невербально. Так вот, 80% информации, которую вы получаете, вы получаете именно невербальным образом. Ну, не буду сейчас углубляться в термины, что означает там вербальное, невербальное, как бы. То есть, вы где-то можете познакомиться с этим сами. Да, то есть, как бы. И она оказывает именно невербальное именно действие на человека через эмоции. Музыка имеет ритм и мелодию. И ритм является мощным синхронизатором деятельности всех органов человека. Музыка имеет ритм и мелодию. Ритм и мелодию. А ритм является мощным синхронизатором деятельности всех человеческих органов. Музыка может созидать и может разрушать. И там даже есть определенные частотные диапазоны, в которых, как бы, которые просто... Вот почему рог такой тяжелый, он, как бы... Как вам сказать? Он неблаготворно влияет на человека. Потому что есть частоты, которые вообще просто разрушают организм. Просто разрушают организм, который используется. Вот там есть определенный диапазон частот, когда вообще сердце может остановиться. Или определенная частота, допустим, которая соответствует, как бы, работе мозга. То есть, если на человека воспроизводит именно такую частоту, он просто сойдет с ума, как бы. То есть, постоянно его поместить, где будет звучать вот эта вот частота. То есть, как бы, он просто сойдет с ума. И такое практиковалось вообще, как бы. Это все испытывалось. То есть, поверьте, как бы. То есть... И вот, да, мелодия или звук, он может воздействовать на человека без слов вообще. Понимаете, да? Вот эта невербальная информация, музыка, как носитель информации, может воздействовать на человека без слов. Но слова могут усиливать действия музыки. То есть, вот мы теперь понимаем, какое, ну, значение вообще имеет музыка. То есть, когда мы говорим об этой части служения. О служении поклонения, прославления. И дальше мы еще глубже, как бы, ближе подойдем к этому. То есть, музыка может изменить человека вообще. Понимаете? Изменить человека. Давайте вспомним пример с Саулом. Когда он шел, увидел сон пророков, и что они делали? Они играли там. Вообще, где употребляется, ну, пророческое вот служение, где идет, оно просто немыслимо без музыкального сопровождения. Поверьте. Если вы посмотрите на историю, как бы, и на мощное пророческое служение, они везде сопровождались музыкой. И сказано там, там, в Писании говорится о том, что, там, помните, Илья ходил от города к городу, а за ним Елисей там бегал. То есть, какому городу не подходили, там везде сон пророков был. Где бы они ни были. И везде всегда это было, как бы, обязательно музыкальное сопровождение этому. Везде. Везде это было. И вот Саул бежал, увидел сон пророков, туда вскочил, и просто бум, и изменился. Никто даже от него не ожидал, что он может таким быть. Понимаете? Музыка просто, и это присутствие, оно просто изменило человека. Музыка, это доказано научно. Вот классическая там музыка Моцарта, мелодии Моцарта, исцеляют эпилепсию, аутизм. Реально. Это доказано на научном уровне. И специально применяется классическая музыка. Там, допустим, я помню, как-то смотрел передачу в Америке, где-то в каком-то городе, там парк был. Там сколько, ну, преступлений совершалось. Просто торговали наркотиками. Просто там, ну, поставили эти громкоговорители, включали эту музыку. И все, и обстановка буквально все изменилась сразу. Ну, просто как бы перевернулась в обратную сторону. Как она несет с собой очищающие действия. То есть хорошая музыка, правильная, она может созидать. Ведь там у Моцарта нет же слов, нету песен, понимаете, да? Идет просто музыка, мелодии. И у Ба. Вы это будете, ну, я не знаю, как бы. Это уже, знаете, от навыка. От навыка зависит. То есть ваше чувствование от навыка зависит. Вы это, может быть, чувствуете даже, ну, как бы, я не знаю. То есть трудно. Мы всегда, пока мы живем в этом мире, мы все время будем, ну, как бы, да, всего испытывайте, но хорошего держитесь. То есть мы попадаем в разные, ну, обстоятельства, и мы научаемся. Мы учимся различать, что есть добро, а что есть зло. То есть это и на вербальном, и на невербальном уровне происходит. То есть и интуитивно, и осознанно. Понимаете? Пирожа, вот есть очень талантливый музыкант. Он собирает такие же музыки. Он у талантливых людей, но как себя объединяет. Я не помню его, как сомнили. И очень красивая у него музыка. Там просто потрясающе собирает. Спиваков? Яни. Яни? Яни. Ну, он вообще, как бы, он из движения, вот это, New Age, да, то есть, как бы... Да, замечательная музыка народов мира. Он делает потрясающие концерты. То есть, как бы, я когда смотрел эти концерты, я был поражен просто, как бы. Но... Яни. Да. Яни, да. То есть он везде выступал, ну, в основном, с лондонским симфоническим оркестром. Он сам композитор, как бы. Композитор, и он использует, берет музыку народов мира, аранжирует ее, как бы, и делает, какие концерты. Там, ну, просто грандиозные, зрелищные концерты. Они, он, как бы, там, билеты на эти концерты стоят, начиная, там, от тысячи долларов. Понимаете? То есть, как бы... Ну, опять-таки, что сделал Люцифер? Он играл потрясающую музыку, правильно? Издавал потрясающую музыку. Но что? То, что должно было принести славу Богу, он хотел присвоить себе. Вот здесь вот... Мы можем ее слушать? Мы можем слушать, но мы должны понимать. То есть, сама, ну, как бы... Я не думаю, что эта музыка, ну, допустим, я слушал, и она меня не разрушала. Потому что я мог увидеть, как работают реально люди, как я, ну, как бы, оценивал. Понимаете? Мы имеем... Помните, мы, когда мы говорили о жизненном опыте? То есть, это позволяет нам оценивать, как бы... Наш опыт обогащается. Что нам... Что добро. И мы смотрим, как мы можем посмотреть и применить это для Бога. Вот мое желание... Вообще, я, ну, так немножко отступлю. Я от самого начала знал, что я хочу. Мне... Я не хотел это делать. Вот то дело, которым я занимаюсь, я не хочу делать где-то вне тела. Я хочу вернуть то, что было утрачено, возвратить это в тело. Чтобы профессиональные музыканты, они были в теле. И чтобы они стремились сюда, понимаете? Чтобы, как бы, вот то, что было... Служило изначально Богу и было утрачено, оно вернулось к Богу. Вот это и есть наша задача, как бы. То, что потеряно, вернуть к Богу. Хотя прямого указания нету, но мы увидим, что это, ну, непосредственно, настолько тесно связано, что даже если... Ну, мы разбирались сегодня, Бог говорит, да, это мисва, это заповедь. И есть определенные люди, которые наделены этими дарами, но которые не используют это для Бога. Вот это вот тот пример. Для славы Божией. Да, я думаю, мне очень нравится, как бы, Сальери. То есть, знаете, это у него такая легкая, как бы, ну, веселая музыка. Но сам этот человек, он, как бы, ну, жил не очень... Совсем неправедной жизнью, понимаете, да? То есть, это вот то веселье, которое не имеет страха Божьего, может быть, понимаете? Но музыка, она очень достаточно вдохновляющая, такая, как бы, легкая. То есть, как бы, она, ну, не тяжелая. А я, как, ну, вот, в последнее время, ну, больше, все больше склоняюсь вот к такому симфоническому больше звучанию, понимаете, да? Мне оно ближе, то есть, как бы... И вот то, что я делал вот на этом празднике, это я пытался это воспроизвести. То есть, различные инструменты, сочетания духовых, струнных инструментов, электронных, как бы. То есть, как бы, вот... И даже если вы возьмете роковых музыкантов, металлика, они выступают с симфоническим оркестром. Да? И многие роковые музыканты, то есть, а если вы возьмете, то есть, как бы, людей, которые вообще стояли у истоков рока, там, допустим, Пол Маккартни, да? Он вообще пишет оратории сейчас. То есть, сейчас пишет оратории, он уже там... Были концерты у него, и грандиозные, при том, концерты, как бы... Он пишет симфоническую музыку. А начинал, как роковый музыкант. Просто. А сейчас этот человек достиг вот таких вот, как бы, вершин. То есть, он пишет конкретно симфоническую музыку. То есть, симфонические... И выступает уже не как дирижер, как композитор. То есть, как бы... И многие роковые музыканты, даже вот к концу своей жизни, они больше приходят вот именно к акустическим инструментам. Да, знаете, то есть, ну, как бы, я думаю, что это этап в жизни каждого музыканта. Ну, я себе так представляю. Не знаю, я, может быть, еще до конца не разбираюсь, но мое, как бы, понимание, это как этап в жизни человека. Вот, как бы, знаете, рок – это состояние, как бы, такого, можно так сказать, бунта. Понимаете, да? То есть, как бы, он и родился, как этот стиль, то есть, вот в такое время, когда, то есть, ломались устои, понимаете, да? То есть, поэтому, да, вот оно все, как бы, старое рушилось, приходило новое, оно вот так вот рождалось, как бы. Потом это уже, там, уже стилистику его, как бы, уже меняли, то есть, как бы, там, и пришли, там, вот, к такими, то есть, как бы, и мы говорим, что, как музыка может созидать, так и разрушать, так, некоторый рок, он может служить и, как бы, для славы Божьей, и мы видим, ну, это, как бы, что-то, ну, мы можем это, ну, как бы, ну, все зависит от культуры, опять, в которой ты воспитывался, да? То есть, большинство, ну, как бы, вот, песен поклонения, даже если мы сейчас возьмем христианский такой, как бы, круг, да, то есть, они в таком поп-роке сделаны, поп-роковый, ну, не тяжелый рок, но, как бы, такой поп-рок, да, то есть, оно достаточно, ну, как бы, ну, драйв есть и есть, как бы, какая-то более-менее легкость, то есть, оно, как бы, вот так вот. Ну, извини меня, а Бах, если ты возьмешь, там музыка, она достаточно, ну, драйвовая такая, если Баха взять и послушать, как бы, это музыка, которая родилась вообще в церкви, то есть, то есть, он был храмовым музыкантом, можно так сказать, как бы, и он создавал храмовую музыку, но она очень, как бы, такая, тяжелая, то есть, как бы, и она и тяжелая, и величественная в тот же момент, она меняет оттенки, понимаешь, да? То есть, а орган, он, если, как бы, как рявкнет, то есть, если ты был там, допустим, ну, нормально где-то, тебе приходилось слушать нормально орган, но вот, если будет у тебя такая возможность, ты послушай, это, как бы, ну, такое, достаточно мощное такое ощущение, понимаешь, да, когда там трубы эти, там, как дунут, внутри аж все, как бы, клокочет, то есть. Да, и потом это все перевернул в обратную сторону, да, как его, Куртка Бэйн, да, Нирвана, 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 тоже, тоже давали концерты с симфоническим оркестром, многие рок-группы, ну, давали концерты с симфоническими, это как фишка такая уже была, понимаете, да, а потом давали вообще акустические концерты, чисто под гитарой, всю ту музыку, которую они играли, так, вот, на тяжелых инструментах, они делали в таком легком, как бы, стиле. Итак, мы остановились на том, что музыка может исцелять, да, то есть, как бы, и слова могут усиливать действие музыки самым. Вот в нашей культуре, которая развивалась вот на вот этом вот, ну, на нашей территории, вот, где мы сейчас живем, у нас, ну, достаточно короткий период времени был, то есть, от того момента, как отменили рабство, да, до момента, когда произошла революция, как бы, там, буквально, там, 50 с чем-то лет, как бы, прошло, как бы, понимаете? И, там, в 800 каком-то году отменили, да, в 1917 была революция, и вот, как бы, вот этот, у нас чувство свободы, ну, не развилось до конца, понимаете, да, так как оно развилось, допустим, в Америке, где на протяжении 200 лет они были свободолюбивым народом, и они, как бы, соответственно, и культура там так развивалась, понимаете, да? Поэтому у нас существуют такие, там, окраины, там, или, там, такое, ты или чересчур, как бы, в свободе, там, да, или чувствуешь, или такое рабское мышление приходит, то есть, вот, в таких вот состояниях колеблюсь из одного в другое, из одного в другое, то есть, трудно очень найти эту золотую середину, не все могут найти эту золотую середину, вот, мои родители, там, как бы, знаете, вот, ну, и те люди, которые, ну, жили в эпоху, ну, там, и в период, как бы, там, Советского Союза, как бы, они понимают это. Люди ходили на работу, вот, он пришел, отработал, вот, там, и какое-то время, там, дома, то есть, особенно никаких развлечений не было, то есть, ну, и человек простой, он даже себе и не мог позволить каких-то развлечений, единственное развлечение, раз в год поехать на море, там, или еще что-то, взять семью куда-то, понимаете, да, и то есть, ты, там, путевку выбьешь, там, особенно концертов, там, каких-то не было, да и отношение к этим концертам было совсем другое, мы будем, опять-таки, разбирать это чуть-чуть позже, как бы, к, вообще, к культуре, к этому, к этим вещам было совсем другое, оно не культивировалось, так сказать, со стороны властей, понимаете, да, а наоборот, там, цензура на цензура, и потом возникало подпольное это все, которое, как бы, так сказать, черный рынок возникал, который никак не стимулировал развитие этой культуры, понимаете, да, и нашего культурного состояния, то есть, нашего представления о культуре, о прекрасном, о таких вот вещах. И вот в нашей культуре была такая гипертрофия разума, разума, то есть, разума над чувствами, то есть, преобладание разума над чувствами. Мы выросли в такой культуре, в которой, как бы, господство было вот этого, ну, и культивировалось. Преобладание разума, в атеистической, проще сказать, культуре, да, то есть, такой вот, если по отношению к Богу применить, то в атеизме в таком выросли, как бы. Да и в школах вы можете, там раз в неделю урок пения был, а все остальное было, ну, направлено на то, чтобы развивать интеллект. Понимаете, да? Соотношение это было, ну, несбалансированным. Это сейчас вот пытаются выровнять, и я своих детей вожу там, там, в мигдаль, там, или еще куда-то, да, там, чтобы они там, вот, учились там рисовать еще с маленького, там, когда они вообще не могут, просто краски в руки, там, и они там вот эти вот все там вещи, там, подделки какие-то делают, там, учат их петь, танцевать, да, и вот таких, и, кстати, куда мы ходим? К евреям! Потому что это у них норма была, понимаете, да? Мы коснемся этих вещей. То есть, и, то есть, вот мы воспитывались так, эта система обучения в нашей культуре направлена на развитие интеллекта, очень мало уделялось обучению любви и к прекрасному, к творчеству. Понимаете, да? Музыка. Музыка, она делает нас чувствительными к Богу, к голосу Божьему. Четвертое царство, третья глава, четырнадцатый, шестнадцатый стих. Четвертое царство, третья глава, четырнадцать, шестнадцать. И сказал Елисей, Жив Господь Савуов, пред Которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. То есть, смотрите, Елисей, который имел двойное помазание Илии, двойное помазание Илии, ему не надо было прорываться к Богу, правильно, да? Он милость у него была, он там хлопнул по воде, как бы, воды Иордана остановились, понимаете, да? То есть, он делал то, все то, что делал Илия, в два раза мощнее. Зачем? Казалось бы, этому человеку, как бы, у него были очень серьезные отношения с Богом, понимаете, да? Казалось бы, зачем? Да? Ну, он говорит, позовите мне гуслиста. И когда зазвучала музыка, да? Он услышал голос Божий. Музыка способна передавать духовные истины. Музыка способна передавать духовные истины. Колоссянам 3.16. Музыка способна передавать духовные истины. 3.16. Колоссянам 3.16. Слово Машеха довселяется в вас обильно со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Итак, научайте друг друга, да? Воспевая. Научайте друг друга, воспевая. Музыка способна передавать духовные истины. Научайте друг друга, воспевая. Воспевая, мы помним, мы говорили, буквально перебирая струны. Помните, да, мы слово разбирали, которое применяемо? Воспевая. Пая, да, и воспевая, то есть, как бы, ну, воспевая, это тоже декламируя, то есть, под какую-то мелодию. То есть, это вот то слово декламация. Земер. Музыка может изгонять злых духов. Да, помните, да? Ну, не будем открывать это место. Писание, да? Давид играл. И злой дух отходил от Саула. Злой дух от Господа тоже отходил, да. А как Господь допустил, ну, что Иов пережил вот то потрясение, которое он пережил? Помните? То есть, он на какое-то время убрал руку просто. Потому что, наверное, было основание у него для этого. Он же праведный Господь. Он не может поступать против себя. И помните, Иов, он все время боялся, чтобы его сыновья, как бы, он постоянно жертвы, он боялся чего-то. Понимаете, да? И сатана, потому что он боялся, он пришел и сказал, а вот если ты так, ну, прославит ли он тебя? И что? И Господь на какое-то время, можно так сказать, допустил сатану. Он говорит, ты можешь делать то-то, то-то, но души его не тронь. Потому что душа его, на самом деле, была прилеплена к Богу. Это как испытание было. Вот как Аврааму Бог сказал, все хорошо у нас с тобой, да? Но не хватает одного. Принеси в жертву своего сына. Я ответил? Музыка может пророчествовать, даже без слов. Может звучать музыка, а вы способны видеть видение и получать откровение, истолковывать мелодию. Ну, я не могу привести подтверждение, допустим, в Писании, но я знаю, это работает. И я множество раз это видел подтверждение этому. И вот Валерий Иванович, он тоже говорит об этом. То есть, он говорит о том, что когда женщина одна играла на инструменте, он видел видение, и он потом написал стихи. Он как бы выразил это в стихах. То есть, это и есть истолкование. То есть, вы видите определенную картину. Я в своей жизни переживал, когда вот человек играет, а я четко декламировал как бы место Писания. И потом я начал декламировать это место Писания в молитве, и со сцены пастырь начал говорить об этом. То есть, сначала звучала музыка, потом я истолковывал его, и потом как бы пастырь начал говорить об этом. Один дух. То есть, это и есть истолкование простой мелодии, даже без слов. Понимаете, она способна, она имеет, ну, такую вот, она является носителем информации, музыка. И мы можем упражняться. И помните концерты, когда вы приходите, там есть такие флайерочки, раздают на классическую особенную музыку, и там, говорится, там, описываются события определенные, да? И вы как бы слушаете музыку и погружаетесь в эти события. Ну, к сожалению, мы не так, у нас много опыта, конечно, в этом. Но я помню, когда я первый раз попал на выступление камерного оркестра, ну, я был просто потрясен, как бы. Ну, меня это настолько захватило, я просто там сидела, вот так, ну, это было не лучшее самое, как бы, исполнение, там, в летнем кинотеатре, где особенно акустики, там нету никакой, без всякой подзвучки, просто камерный оркестр играл, это сочетание струнных, духовых инструментов. То есть, и я просто сидел, при том, что это иногда резало слух, потому что даже скрипки они не строят, то есть, как бы, и там не суперисполнители были, как бы, но меня настолько это, как бы, захватило, как бы. Вот так вот. Еврейская музыка, она имеет корни с музыкой современного Ирака и Ирана, потому что, ну, вообще, народ еврейский, от которого, ну, который произошел от Авраама, он был рамьянином. Это именно территория современного Ирака и Ирана, восточная такая, как бы. То есть, музыка еще существовала, да, когда еще, как бы, евреев такого понятия не существовало, а музыка на то время уже существовала. Мы потихоньку подходим, то есть, как бы, так, к началам, к началам, к истокам, к истокам, продвигаемся шаг за шагом. В истории есть много свидетельств о чудодейственных свойствах музыки. И тут там есть такой случай, там упоминается, как бы, как предание. Один музыкант при дворе монгольского властителя Акбара посредством музыки умел зажигать масляные лампады, вызывать дождь, оживлять цветы в любое время года. Было такое предание, когда там где-то на территории Германии один из флейтистов, он играл на флейте, он увлек, как бы, полчища крыс, как бы, помните? Не об этом дали, сказку потом написали, да, то есть, как бы. Да, помните, как змеи, там раз, там играет на этом, и змея там балдеет, то есть, она просто зависает, как бы, в этом присутствии. Я просто поражался, когда я когда-то, ну, документальные кадры смотрел, там, там змеи, это не то, что показывают, там, кобра, там, такая, как бы, маленькая, там, вы, откуда-то из какого-то горшочка, а там королевские, там, вот такие вот, она стоит, вот, вот такой вот высоты, это когда она стоит, это без хвоста, то есть, это, она стоит, она треть своего тела может поднять, это только треть тела, и документальные кадры смотрел, как они, индусы эти, он стоит напротив нее, колеблется, и, то есть, имитирует его движение, и она, и вот так вот, нос в нос, как бы, понимаете, то есть, как бы, и он, и часто они напевают что-то, какую-то мелодию просто напевают, просто какое-то, ну, вот, произнош, ну, что-то произносят, и вот делают вот это, как, как, ну, я не знаю, гипнотизируют ее, что ли, как бы, то есть, музыка может, именно, это все музыка, это все звук, понимаете, да, это все звук, это все относится к музыке, вот какое действие она имеет, и теперь мы, о чем мы, мы подходим, можно так сказать, к началу, то есть, это все было прелюдия, вступление, мы, как бы, изучали термины, и вот мы подходим к началу, да, вот, помните, я вам говорил, с чего начинается, вообще, писание, берешит, берешит, и вот этот способ толкования, о котором мы говорили, который изобрел Гилель, когда переставляют буквы, да, в одном слове, для удобства, как бы, произношения, оно переводится, вот может, ну, трактоваться, ну, как бы, переводится, берешит, это комментаторы, истолковывают его, как пресвятой, благословенный, он сотворил этот мир, чтобы тот воспел ему песни, или проще, то есть, берешит, шир, та, ав, то есть, это одно и то же слово, берешит, и шир, та, ав, буквально, вожделенная песня, вожделенная песня, шир, та, ав, это да, это как бы раввинистическое такое трактование, но это, ну, опять-таки, это касаемо, как бы, иврита, да, то есть, потому что, и есть такие вот вещи, которые употребляются в иврите, то есть, это учителя, это которые, вот, изучали, там, иврит, как бы, развивали эту культуру, как бы, сохранили ее, как бы, они как бы пребывали в этом, они совершенствовали свое искусство, они погружались в это, но я верю, я верю, вот в такие вещи, я, ну, не то, что, ну, как бы, там, я не поклоняюсь этим вещам, но они отвечают моему внутреннему миру, понимаете, да, то есть, как человек творческий, я это понимаю, я это чувствую, как мы говорили, чувствовал интуитивно, но не знал, как это вот сказать, да, а вот эти люди, они, как бы, они, обладая этими дарами, наделенные этими дарами, они помогают мне разобраться в этом, понимаете, да, 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 пресвятой, да, 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 пресвятой благословенный, он сотворил этот мир, чтобы тот воспел ему песни, пресвятой благословенный, он сотворил этот мир, чтобы тот воспел ему песни, и теперь, когда мы разбирали с вами термин, мы совершенно понимаем, что это так и есть, да, хвалите Бога, это заповедь, ибо он благ, да, то есть, то есть, выражая благодарность Богу, этот мир был сотворен для того, чтобы он выразил благодарность Богу, то есть, как бы, то есть, и помните, его власть утверждается, когда, когда поклонники поклоняются ему, да, то есть, он пребывая, они утверждают его господство на этой земле, сказано, что он господ господствующих, и царь царей здесь, я ничего в этом, ну, противоестественного не нахожу, я наоборот вижу, как бы, полноту, я, ну, для меня открывается полнота, и вся Тора – это песня, вся Тора – это песня, потому что в оригинале, то есть, опять-таки, там, как бы, стоят знаки альтерации, и Тора, она не читается, она поется, вот, Андрюша, к чему мы пришли, да, теперь ты понимаешь, насколько важна, ну, музыка, то есть, она, мы можем выражать свое, ну, как бы, свое поклонение делами, но прежде, но, помни, как, но в начале так не было, помнишь, да, Моисей вам разрешил разводиться, но в начале так не было, помнишь, что Ишуа сказал, вот, я тебе тоже говорю, мы можем делать так, но в начале так не было, потому что, первое слово говорит о том, что мы должны воспеть песни, вся вселенная должна воспеть, вот эту вот вожделенную песню, да, песню Творцу, и я вам скажу, что ученые доказали, что каждый человек, который рождается на эту землю, он имеет совершенный слух, но в процессе своего воспитания этот слух расстраивается, и брали даже 90-летнего старика, у которого полностью отсутствовал ритм и слух, и через какое-то время это было восстановлено, с ним просто занимались, то есть слух восстанавливается, у одного человека это быстрее происходит, смотря на столько, в какой среде он воспитывался и рос, потому он у него расстраивался, если вы будете расти, когда вас окружает классическая музыка, вы в этом как бы и будете пребывать, почему теперь становится понятным, то есть у Израиля левиты, музыканты, они больше ничем не занимались, как только совершили, они пребывали в этом, они росли в этом, и дети стояли рядом со взрослыми и славили, левиты стояли певчие на помосте, а рядом стояли дети возле этого, и они тоже славили, тоже славили, но служили они уже там с определенного возраста. Я думаю, что нам мы вот уже там завтра будем разбирать еще дальше, пойдем по истории уже там, то есть мы подошли, да, вот к тому истоку, к началу, да, в начале было слово, но прежде чем было слово, это было как бы как колебание, то есть музыка это колебание, понимаете, да, волна определенной, волна определенной частоты, и вот эта волна, это колебание, оно способно нести огромное количество информации с минимальнейшими потерями, и оно никогда никуда не исчезает. Почему сказано, когда вы говорите слово, если оно вылетело, его уже не поймаешь, оно произведет работу, понимаете, оно никуда не исчезает, оно так и остается в воздухе, и вы можете вот эту атмосферу, то есть как бы напитывать правильными словами, да, высвобождать правильные слова, правильные колебания, и, то есть эта атмосфера будет, ну, как бы все больше и больше наполняться этим, и негативными колебаниями также можете высвобождать, понимаете, то есть они никуда не деваются, оно просто все висит в воздухе потом, и колеблется, то есть в какой-то определенный момент, может, там какое-то происходит, как бы, что преобладает, понимаете, да, что преобладает, вот этот вот позитив или негатив, то есть как бы, чем мы наполняем нашу жизнь. Давайте на этом сегодня закончим. Я думаю, достаточно информатики было сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok